В эфире бизнес-класс на Финам.фм. Мы, как всегда, будем разговаривать про предпринимательство, обсуждать бизнес, обсуждать некие, скажем так, инструменты для бизнеса, обсуждать различные компании и направления ведения бизнеса. Сегодняшняя тема – детские учебные и подготовительные центры. Ну, в общем-то, бизнес в этой сфере, ну, на мой взгляд, общественно полезный бизнес. То, что можно сказать о нем, однозначно, потому что, например, если взять какие-нибудь спекуляции на фондовые биржи, то они, в общем-то, ну, как бы, не факт, что они и нужны обществу, а здесь очевидная польза. По крайней мере, каждый может выбрать, использовать такие услуги, либо не использовать. И сегодня у меня в гостях Юлия Алексеева, основатель и президент сети детских развивающих клубов «Я сам». Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. И Светлана Голубева, учитель клубов «Пампа Грин». Светлана, добрый день. Добрый день. Ну что ж, эксперты, я думаю, что позволят мне раскрыть эту тему. Перед этим я бы хотел буквально вот пару слов, чтобы мои гости сказали о себе. Юлия, давайте начнем с вас. «Я сам» — сеть детских развивающих клубов. Вот на чем специализация, чем отличие, очень кратко. Ну, еще раз добрый день. Хотела сказать основное, что мы предлагаем развивающую программу для детей именно по развитию интеллектуальности. Детишек от 9 месяцев до 7 лет. Это, наверное, наша специализация. Сколько у вас клубов всего? 25 клубов на данный момент. 25 клубов. В Москве или в регионах? В Москве, в России, один в Казахстане. Ага, вот так. То есть даже интернационально. Хорошо. А Светлана? Ну, детские клубы «Пампа Грин» существуют уже около 5 лет. Мы еще очень молодые. Мы начали свою деятельность в Москве. И основной вид деятельности нашей — это организация проведения семейных праздников, дней рождений, корпоративных мероприятий, а также развивающие занятия для детей, творческие мастерские. То есть у вас упор скорее на именно какие-то мероприятия, в отличие от Юли, которая больше занимается развивающимися какими-то программами. Ну, у нас есть такой девиз «развлекай, развивай, развивай, развлекай». В общем-то, это у нас получился такой совместный проект. И сейчас у нас развиваются активно все три направления. Это и арт-части, и праздники, и развивающие занятия. Отлично. Хорошо. Ну, напомню. Телефон прямого эфира 495 — это код города 6510996. Если вам интересна тема, вы можете поучаствовать в разговоре, задать вопрос моим гостям или мне. А также вы можете написать на сайт Finam.fm. Там же идет прямая трансляция. Вы можете посмотреть воочию на моих собеседниц. Итак, сейчас то, что вот сейчас обсуждают, вот на мой взгляд, довольно резонансная вещь. Власти хотят запретить интернет для детей. Вот этот закон, который недавно у нас был принят с 1 сентября о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И недавно замруководителя Роскомнадзора заявил, что в стране должен быть закрыт доступ несовершеннолетних к бесплатному Wi-Fi. Ну, то есть к бесплатному беспроводному интернету, который у нас уже довольно сильно развился. И практически во всех публичных местах, ну не во всех, но во многих, по крайней мере, есть доступ к бесплатному интернету. Что, в принципе, я всегда думал, что это хорошо, но вот теперь оказывается, что надо запрещать это. То есть, по крайней мере, надо контролировать. Но, с другой стороны, а как контролировать? То есть механизма этого нету, что признают сами чиновники. У меня вопрос к вам. Вот как вы относитесь, поскольку вы работаете с детьми, и у вас есть определенный некий профессиональный опыт работы с детьми. А как вы относитесь вот к такому, что называется, к такому повороту событий? Действительно ли нужно запрещать интернет, либо все-таки как-то вот по-другому? Могу ответить. На мой взгляд, это, в общем-то, здесь есть две стороны вопроса. С одной стороны, я считаю, что доступность детей до 16 лет к интернету, в общем-то, должна быть в чем-то ограничена. Ограничена должна быть в плане доступности к некоторым порталам. И здесь я, конечно, буду выступать целиком за, потому что у меня есть дочь 14 лет, и я была бы только рада, если бы подростки не имели доступа к определенным программам, порталам. Но, с другой стороны, непонятно, как технически осуществить вот этот запрет, потому что, если запретить свободный доступ к Wi-Fi в общественных местах, то каким образом этот доступ могут получать взрослые, которые будут оказываться в этих же общественных местах? Видимо, каким-то образом подтверждая то, что они взрослые. Но вот технически невозможно, мне кажется, это сделать, или, по крайней мере, очень сложно. И часто это сравнивают с Горбачевской борьбой с виноградниками, когда вырубались виноградники для того, чтобы ограничить пьянство. Вот именно. В нашей стране достаточно часто принимают такие меры, как запретить. Это, может быть, наиболее простой способ выхода из проблемы. Так возможно тоже решить проблему. Но мне кажется, что именно какая-то просветительская работа в тех же школах, работа с интернетом, специальные программы детские по просвещению детей в тех же сферах, которые хотят запретить. Мы понимаем, о чем мы говорим. Вот это было бы намного полезнее. А как работать? Что надо говорить детям? Не надо ходить на такие сайты? Да, а почему нет? Мне кажется, запретный сплот очень сладок. И наоборот, это будет вызывать чуть ли не резонансную, обратную реакцию. Когда мы что-то запрещаем ребенку, на самом деле опасно. Всегда надо давать выход. Куда? Это нельзя, потому что так. А что можно? Ведь есть же аналогичные сайты, допустим, которые имеют полезную для ребенка информацию в правильной, корректной форме. То есть если мы ребенка перенаправим, это нельзя, что можно? Можно вот это. Это красиво, это правильно. И тогда дети не будут искать то, что может нанести им вред. Детей всегда надо направлять. Они хотят получить эту информацию, неважно какой рода. Надо им дать тот материал, тот источник, где эта информация будет подана так, как она есть, а не в испорченном. Знаете, у нас есть же в России некий список сайтов, запрещенных экстремистских сайтов. И вот интересно, что вот этот список, вот если человек хочет что-то там изобрести, например, понять, как сделать собственноручную бомбу, например, он прекрасно знает, исходя из этого списка, куда ему нужно пойти, на какие сайты, чтобы сделать эту бомбу. Вот не будет ли так это, собственно, и происходить здесь, когда ребенок, он может быть и не знал, что есть какие-то запрещенные сайты, куда ему нельзя ходить. Ну да, конечно, если выставить список запрещенных сайтов, то, естественно, дети туда и пойдут. Я думаю, что можно решить, главное решить технический вопрос этой задачи, этой проблемы. Если установить некие коды доступа, предположим, и тогда уже на усмотрение взрослых останется вопрос, давать данные коды своему ребенку или не давать. Но, опять же, понимаете, как зачастую в нашем государстве происходит, идея хорошая, а как она будет воплощена, вот это вопрос. Потому что если это дойдет до того, что просто закроют свободный доступ к Wi-Fi, то это, конечно, будет интересно. Ну вот по закону организаторам, то есть людям, которые этот Wi-Fi организуют, грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. И я думаю, что это может вполне привести к тому, что если невозможно контролировать, то люди просто предпочтут закрыть этот Wi-Fi, в принципе. И все тем более, что может быть какой-то прямой зависимости бизнеса от наличия этого Wi-Fi может быть и нет. Да, конечно, нет бизнеса в том, что есть Wi-Fi, но он такой относительный. Если у нас давно уже вышел закон о запрете продажи сигарет детям до 18 или до 21 года, я не помню. И тем не менее, в общем-то, организовать контроль над этим до сих пор невозможно. Так что я очень сильно сомневаюсь, что это удастся с Wi-Fi. В общем, интернет, наверное, запрещать не стоит. Надо действовать какими-то другими методами, как мы с вами, я думаю, все согласимся. Потому что интернет — это все-таки доступ к информации. Ограничивать интернет — это то же самое. Электронные библиотеки в том числе сейчас активно. Да, вырубать виноградники для борьбы с алкоголизмом. Все равно люди, которые хотят это найти, они это найдут каким-то образом. Да, конечно. Хорошо, ну с этим более-менее разобрались. Давайте к нашей теме вернемся. Детские учебные подготовительные центры. Вот я бы сначала как-то разграничил. Есть ребенок, да, у него есть некие государственные сервисы для него. То есть там ясли, детский сад, школа, дальше институт и так далее. Ну а где здесь вот, в каком месте здесь требуется какое-то дополнительное развитие, подготовка? Слово образование, наверное, не совсем подходящее, потому что это как раз и говорит о том, что это как бы некая вот, что называется, деятельность в рамках чуть ли не государства. Да, абсолютно. Правильно. Здесь, я думаю, вот эта как бы перспектива максимализации развития ребенка именно заключается от желания родителей, насколько они хотят, чтобы ребенок был успешен, насколько они хотят, чтобы ребенок был развит. Если родители хотят, чтобы ребенок получил в жизни, да, максимальные перспективы развития, роста, образования, то буквально с рождения он начнет заботиться о его развитии. То есть параллельно, да, параллельно с ясли, с детским садом, да? Да, он начнет водить его в развивающие клубы, да, он начнет его усиленно готовить к школе, чтобы малыш, попадая уже в школу, да, не испытывал проблем, да, и с навыками, которые он получил, да, и со знаниями, которые у него есть. Так как все мы знаем, что поступление ребенка в школу связано со сменой его социальной формации, да, то есть он был всеми любим, его только вкладывали, поступая в школу, с него начинают резко все все требовать. И очень часто дети не выдерживают вот этот вот критический момент, это и есть кризис семи лет, да, он в психологии называется. Вот, и поэтому, если он будет готов и морально, да, и по знаниям, да, с помощью центров, да, которые занимаются развитием детей, и помощи в адаптации к школе, то этот переход будет более мягкий. То есть мы идем параллельно с какими-то, скажем так, государственными сервисами для того, чтобы усилить, улучшить, что называется, решить индивидуальные проблемы ребенка, какие-то, может быть, специфические. А возраст, вот на кого ориентированы, какой возраст, на кого ориентируются детские учебные и подготовительные центры? Ну, я думаю, что в основном это дети-дошкольники. Сейчас... Светлана, я предлагаю продолжить уже после новостей. Две минуты, через две минуты продолжим. Продолжаем бизнес-класс. Тема у нас сегодня следующая. Детские учебные и подготовительные центры. Такой очень, на мой взгляд, социально полезный бизнес. Конечно, есть большие вопросы, а можно ли, собственно, на этом сделать какой-то действительно привлекательный и успешный бизнес, но об этом я, конечно же, чуть позже спрошу моих гостей. У меня в студии Юлия Алексеева, основатель и президент сети детских развивающих клубов «Я сам». И Светлана Голубева, учредитель клубов «Пампа Грин». Две очаровательные женщины. Итак, продолжаем обсуждать развивающие программы и различные активности, которые направлены для детей. Уже мы поняли, что, наверное, запрещать Wi-Fi все-таки не стоит. Согласились, у нас такое коллективное соглашение было насчет этого. У нас продолжает работать телефон прямого эфира, многоканальный, обратная связь как раз осуществляется через него. 495 – это код города, сам телефон 6510996, либо сайт Финам.фм, если вы у компьютера можете задать вопрос, либо просто пообщаться и задать какую-то тему для наших гостей и для меня. Итак, мы остановились на том, что Светлана отвечала на вопрос, а какой же возраст, собственно, самый такой, что называется, горячий для того, чтобы развивать и каким-то образом какие-то дополнительные активности внедрять. Да, вы знаете, в общем-то мы предлагаем программы для детей, начиная от 6 месяцев, сейчас даже. И заканчивая. И заканчивая. И заканчивая, ну, заканчивая, смотря о чем мы говорим, развивающие занятия, это, наверное, мы говорим о дошкольниках, а если мы говорим о праздниках, то заканчивая 14 годами, наверное, в нашем клубе. 14 лет – это потолок для мероприятий. Потолок для мероприятий в детском клубе, наверное, я бы так сказала. Выбор родителей, наверное, с какого возраста отвести ребенка на дополнительные занятия, потому что дополнительные занятия, в общем-то, существовали всегда, наверное, насколько я помню, во все времена. И развивая ребенка дополнительно, можно взять, собственно, курсы и английского языка, и, предположим, французского языка, и игротеки, предположим, леготеки, сейчас очень популярно становится. Ну, для развивающих занятий все-таки до 6, да, до 7 лет, правильно я понимаю? Да, это может быть и курсы кулинаров, и домашние театры, которые у нас, собственно, сейчас пользуются большим спросом. Так что выбор огромный. Сейчас мы до услуг доберемся. Юля, у вас, может быть, какие-то дополнения, комментарии по возрасту? Ну, я единственное, что хотела добавить, если вот говорить на примере моих клубов, самый популярный возраст, когда родители хотят отдать своего ребенка на развивающие занятия, это от 2 до 4 лет. Ага, то есть все-таки самых маленьких не отдают. В то же время уже чем больше ближе к школе, то тоже уже как-то снижается интерес. Да, потому что чаще всего идут уже на подготовку к саму школу, да, в 4 многие отдают сад, а вот этот промежуточек от 2 до 4, наверное, большее количество детей могут посещать в развивающий центр. Наша статистика за 15 лет такова. Ну, совершенно верно. С маленькими детьми, в общем-то, приходят мамы. Это больше вопрос социальной адаптации для молодых мам, когда они, в общем-то, с маленьким ребенком чувствуют себя несколько изолированными от общества, и приходя в детский развивающий центр, они общаются и с другими мамами, и с психологом, который ведет занятия. Да, еще для мам в то же время, чтобы как-то найти себя, что называется, и не остаться один на один с ребенком в какой-то изоляции. Да, и для молодой мамы это очень важно, и получить какие-то рекомендации опытного психолога, и пообщаться с другими мамами, в общем-то, это процесс больше для мам. А затем уже возраст от полутора лет до трех-четырех лет – это уже вопрос развития именно для детей. Хорошо, а теперь давайте посмотрим, а что же можно для ребенка сделать, вот какие есть направления. Мы уже сказали о том, что есть некие программы развития, развивающие программы, есть мероприятия, то есть там, видимо, дни рождения какие-то, еще что-то, отмечания какие-то, может быть, дат знаменательных. Кроме дней рождения, это что-то есть еще? Кроме дней рождения, есть календарные праздники, например, Новый год, Масленица, это традиционные праздники. Ну понятно, в общем, главное желание отметить, а праздник-то найдется. Да, совершенно верно. Так, то есть два пока что вида, да, таких вот ключевых. Еще какие-то, может быть, есть моменты, которые тоже можно вынести в отдельную какую-то классификацию? Нет, ну если мы в целом говорим об услугах для детей, да, это и музыкальное развитие детей. Ну это вот развитие все. Двигательное развитие, да. Еще можно поговорить, у нас есть отдельное направление, это творческие мастерские. Это огромный спектр, собственно, услуг, это могут быть и дизайн. Это тоже все развитие, по сути. Но это не совсем развитие, это когда ребенок учится делать своими руками, ну какие-то дизайнерские уже поделки. Собственно, это может быть и валяние из шерсти, это может быть и гончарная мастерская. Но суть-то все равно развитие. Конечно, да, наверное, суть развития. Если классифицировать как мероприятие, да, то, наверное, мы ограничимся праздники, да, и занятия. Какое направление оно не найдет. И семейный театр, я бы сказала, это, в общем-то, такая хорошая традиция. Теперь давайте более четко о направлениях именно развивающих. То есть понятно уже, что с праздниками все понятно, день рождения традиционно, Новый год, там еще что-то. А теперь занятия. Вот какие занятия наиболее востребованы, то есть какие вот услуги в плане развития пользуются наибольшим спросом? Я, наверное, буду говорить опять, отталкиваясь от статистики, да, 15-летнего, опыта своего. У нас наибольшим спросом всегда пользуются комплексные занятия по развитию интеллектуальных способностей детей. То есть и творческих, и социальных, все в одном занятии. То есть мы это классифицируем как развитие интеллектуальных способностей ребенка. Вот на это наибольший спрос. Дальше, если говорить по спросу, очень родители любят, когда дети рисуют, да, это второй по спросу, занимаются английским языком и танцы. Это вот самые основные направления. Наименьшим спросом пользуются музыкальные занятия, то есть это меньше процент родителей обращаются. И такие специфические курсы, наверное, как тот же театр, как вот у нас есть курсы азбуки общения, энциклопедия для детишек. То есть это такие более, так сказала бы я, узконаправленные, да, курсы. Вот, фольклор детский. А вы знаете, вот еще такой момент, я как раз, мне пришло в голову, что есть еще, наверное, корректирующие какие-то программы, вот не развивающие, скажем так, какие-то, какие-то вот, может быть, как рисование, знаете, навыки художественные. А вот, например, логопед. Вот это есть какие-то проблемы, и это развивается. То есть не нужно даже не развивать, а именно корректировать. Но это уже такое, знаете, это на грани медицинского, да, уже идет таких консультирований, потому что логопед, он проходит и медицинскую стажировку, то есть это практически врач идет. Вот, поэтому это идет коррекция, поэтому это в специализированных только центрах такая помощь должна детям оказываться. Ну, вы абсолютно верно заметили, что это направление суперпопулярное. То есть через звонок от клиента у вас есть логопед, да, то есть очень много звонков, связанных с логопедическим. Но мы рекомендуем всегда специальные речевые центры, да, в Москве прекрасные. То есть вывод, у вас таких услуг нет, да? Нет, потому что, да, это такая... Потому что они лицензируются. Да, да. То есть это как бы считается... Да, если это разовая услуга, то... Медицинские услуги. Да, если это разовая услуга, то любой центр имеет право ее оказать. Как консультацию, как бы мы все имеем право это оказать. Но если это идет уже систематизированная, как говорится, коррекция ребенка, то лучше обращаться в специальные центры. А какие-то еще вот услуги именно коррекции? Есть не развитие, а именно вот коррекции чего-то. То есть есть какая-то проблема, вот реально проблема, ее надо скорректировать. Ну, там, не знаю, ребенок плохо говорит или... Ну, а говорит, это опять логопед. Бывают дети там с пониженным вниманием, плохо сосредотачиваются, гиперактивные и так далее. Гиперактивные, да. Синдром дефицита внимания. Да, есть там более сложные, там, как у аутисты и так далее. Значит, если это легкая степень, то вполне... И есть справка от врача, что нет противоказаний к посещению развивающих занятий, то мы с удовольствием этих детей примем в своих клубах, потому что общее развитие никому никогда не вредило. Но... Это только в рамках общего развития. Да, общего развития. Если у малыша эта проблема достаточно серьезная, есть заключение врачей, психологов и дефектологов, да, о таких нарушениях, то 100% нужна помощь уже дефектолога и специалистов в центре. Ну, вот знаете, да, есть, как по аналогии, есть БАДы, да, биологически активные добавки, а есть реально лекарства. И вот здесь такая же разница. Да, абсолютно точно. Вот вы это, как бы, можете сделать БАД, да, то есть оказать какую-то услугу, которая по аналогии с БАДом. А если нужно лекарство, то это вот... Уже специализированный центр. В Москве это... В поликлинику. Да. Ну, в поликлинику или, вот я говорю, есть речевые центры в Москве, шикарные. В Москве это очень хорошо поставлено. Все это шикарные работают специалисты, и поэтому есть, где таким детишкам может быть оказано полностью. Хорошо, ну, более-менее разобрались. Немножко про рынок. Вот что сейчас происходит на этом рынке? Ну, вы давно, поэтому, наверное, уже представляете, какая динамика. То есть насколько спрос растет, какие тенденции становятся модными. Что происходит сейчас на рынке детского развивающего, развивающей подготовки? Ну, я бы сказала, что конкуренция растет. Вот открывается очень много новых детских центров в разной направленности. Детские центры, которые занимаются только развивающими занятиями, открываются чаще всего в так называемых спальных районах Москвы. Знаете, у меня как раз вот знакомый открыл... Да. Мой друг с женой открыл детский центр, причем у себя же в доме. Да, это очень популярно. У него жена как бы занимается как раз тем, что... Сколько лет они это уже делают? Ну, уже, я думаю, что больше года. Посмотрим. Ну, это очень популярно в спальных районах открывать вот детский центр. Так же, как у нас до сих пор популярно открывать салоны красоты в каждом доме, в общем-то. Так же и детские центры развивающие. Ну, более-менее крупные сети открываются, в общем-то, реже, но все равно они уже сейчас, в общем-то, наступают на пятки, поэтому интерес к этому направлению растет на рынке, я считаю. Ну, у вас, естественно, мнение, как у людей, которые открыли крупные сети, да, я так понимаю? Больше 20, Юля, у вас, Светлана, поменьше, да, по-моему? У нас два клуба, но у нас пока два клуба, но у нас крупные клубы, и поскольку мы занимаемся не только развивающими занятиями, как я говорила, мы занимаемся и праздниками, и развивающими занятиями, и арт-направлением, домашним театром, у нас такой мини-театр, в общем-то. И у нас сам по себе клуб, он довольно большой. Хорошо, значит, конкуренция растет, какие еще тенденции можно проследить? Я бы сказала так, вот как правильно Светлана сказала, что любой человек хочет открыть, и открывал раньше, и сейчас продолжает открывать салоны красоты, да, также такая тенденция, то есть любой, у кого рождается ребенок, любая мамочка, она думает, что она уже готова открыть центр раннего развития. Она не готова. Не имея образования, да, специального, ни педагогического, ни психологического, вот я открою, и все. Лучший вариант... То есть это очень привлекательно выглядит, что ли? Кажется, что это очень легко. Или просто вот, что называется, простота и доступность? Да, для потенциальных открывателей клубов кажется, что это очень простой бизнес. Снял площадь, нашел там педагогов, все, деньги пошли. Но на самом деле это не так. На самом деле этот бизнес, который требует невероятной работы со стороны всех членов команды, от учредителей до вот педагогов и администраторов, это первый вопрос. Второй вопрос, что касается конкуренции. При вот том бешеном росте, который сейчас идет, ну, этот бешеный рост, в основном, конечно, наблюдается в Москве. Все, что касается регионов, здесь рынок достаточно открыт, и еще открыт будет не один десяток лет, я так думаю. Но Москва перенасыщена. Москва перенасыщена вплоть до абсурда. То есть у меня есть клуб, расположенный на улице, ну, не буду ее называть, московский престижный район, в котором на одной улице, я вас не обманываю и не шучу, десять клубов через дом они открыты. Это не значит, что не надо открывать клуб, это значит, что, естественно, у всех снижается прибыль абсолютно, и выиграет в итоге сильнейший игрок. Когда он выиграет, никто пока не знает. Интересно, а почему такой всплеск? Буквально там несколько лет назад такого уже не было, чтобы везде эти клубы появились. Спрос определяет предложение. Спрос определяет предложение, и мне кажется, да, все равно идет такая, как бы, ошибочное представление, что это легкий бизнес. Ага. То есть салон красоты не легкий бизнес. Высокодоходный, да, и легкий бизнес. Салон красоты, оказывается, не легкий бизнес. Просто с салонами красоты мы наелись. А, все, понятно. А теперь это не престижно, это не интеллектуально, а иметь свой детский клуб, это, наверное, более престижно и интеллектуально. Наверное. Хорошо. То есть выяснили, что это тяжело на самом деле. И хотя конкуренция растет, вроде как бы все находят это привлекательно, все-таки не все так просто. Ну и будем, конечно, говорить об эффективности, но уже после новостей. Вторая часть бизнес-класса на Финам.фм. Ну что ж, пока президенты дарят друг другу снайперские винтовки, как мы только что слышали в новостях, есть люди, которые занимаются детскими учебными и подготовительными центрами и делают на этом бизнес. И вот как раз у меня в гостях как раз двое замечательных, две замечательные женщины. Юлия Алексеева, основатель и президент сети детских развивающих клубов, я сам, и Светлана Голубев, учредитель клубов Pampa Green. И обсуждаем мы, как сделать бизнес, стоит ли сделать бизнес, делать бизнес вот именно основанный на развитии детей, какие есть способы это сделать, ну и, собственно, как сделать этот бизнес эффективным. И мы, собственно, закончили на том, в предыдущую часть, что все-таки это непросто. И несмотря на то, что очень многие сейчас в это, как бы, что называется, вовлекаются, пытаются что-то сделать, все-таки это очень тяжелый труд. И из-за того, что большая конкуренция сейчас появилась, много заработать, наверное, не получится. У нас работает телефон прямого эфира, 495, это код города, 6510996. Либо, естественно, если у вас есть под рукой интернет, вы можете написать комментарий на сайте Finam.fm и задать для обсуждения какую-то тему, либо задать вопрос моим гостям. Итак, эффективность бизнеса. Вот, собственно, открытие детского центра. Давайте разберем, как это происходит и как сделать это, может быть, скажем так, более эффективно, нежели может сделать обычный человек, который все-таки рискнул, например, связаться с таким вот интересным направлением. Как это происходит? Как вы открывали детские центры? Ну, наверное, нужно для начала создать все-таки бизнес-план, как обычно. В общем-то, представить для себя аудиторию, на которую будет работать данное учреждение, и поставить задачу, чем оно будет заниматься и, собственно, на чем оно будет зарабатывать деньги. Это первая задача, когда, собственно, открываешь свой бизнес. Затем требуется масса энергии, масса энергии, инициативы, собственные инициативы для того, чтобы создать что-то. Ну, вот понятно, на чем зарабатывать. То есть мы уже поняли, что есть корректирующие, можно так сказать, программы, есть развивающие и есть мероприятия. То есть проведение каких-то мероприятий. Я бы сказала, что для нас это проведение мероприятий, также... А вот что, скажем так, ну, больше популярно из этого всего? Наверное, развивающие программы, как я представляю, да? То есть мероприятия не все делают. Мероприятия очень популярны. Мероприятия для детей, в общем-то, никогда не отменялись. И для детей родители любят создавать праздники, и это замечательно, в общем-то. Праздники у нас пользуются очень большим спросом. Или у вас также, да? Праздники различные. Ну, у нас, наверное, несколько наоборот. У нас больше спросом пользуются развивающие программы. Это является основным источником доходов. А праздники, которые мы также организуем, специальные, именно развивающие. То есть у нас даже масленицы развивающие, когда там блины с шелком, а мы дети распределяют там по размерам, по цветам и так далее. Но немножко назад хочу вернуться. Ваш вопрос, открывать, не открывать бизнес, да, связанный с этим. Вот я бы хотела вот что прокомментировать. Так как все-таки у меня за плечами два года франчайзинга есть 25 открытых точек и несколько закрытых. Я хотела именно объяснить, с чем это может быть связано и предостеречь тех людей, которые думают. Вот про закрытые мы отдельно потом поговорим. Да, но давайте тогда так я оглашу. То есть если ваше сердце, да, именно сердце, расположено к детям, к заботе о детях, к развитию о детях, или вы выберете для себя образование детей, тогда вообще стоит ввязываться в этот бизнес. Если вы рассматриваете этот бизнес только как источник доходов, да, и думаете, что ну да, в принципе мне нравятся дети, в принципе неплохой бизнес. Не надо. То есть это зря выброшенные будут деньги. Должно быть веление сердца, как бы, может быть, это немножко чувственно не звучало. Но именно те люди, которые рассматривали наш бизнес, бизнес развивающий, только как вот инвестиционный, то есть вложил, и вот сижу, наверное, что-то где-то сработается. Не получается. То есть отдаешь и душу, и полностью все свои силы на развитие данного бизнеса. Да, я согласна. Мне кажется, это может быть более-менее универсальный подход, потому что в любом деле, мне кажется, очень важно испытывать какую-то внутреннюю влечение к этому, чтобы потом не становилось... Потому что есть всякие различные моменты, бывают хорошие времена, бывают плохие времена. И вот в плохие времена, если у тебя нет вот этого влечения, увлеченности этому, то ты просто, наверное, сдашься и забросишь это дело. Абсолютно верно, и как раз именно в тяжелые времена и проверяется ваша любовь к бизнесу. Но бизнесмен, допустим, он может быть, если на самом деле ему нравится другая бизнес, которую он ведет параллельно с центром раннего развития, он может оставить его для себя. То есть это ему на самом деле близко. А, допустим, детский бизнес оказался не близким. Светлана, я прошу прощения, вас перебил, вы хотели что-то добавить. Я хотела добавить, что я согласна абсолютно с тем, что нужно заниматься этим бизнесом, когда чувствуешь именно привлекательность лично для себя, и что этот бизнес, в общем-то, можно назвать эмоциональным бизнесом. Это вот то, что подходит к развитию данного направления. Эмоциональный бизнес – это целое направление, в общем-то. Эмоциональный бизнес. А что еще является эмоциональным бизнесом? Эмоциональным бизнесом может являться и салон красоты, и спортклуб, но именно надо думать о том, что действительно близко, если нравится заниматься детьми, развитием детей, праздниками, театром, то нужно идти в этот бизнес. Если нравится качать железо, то открывайте спортклуб. Да, наверное, так. Ну, в общем, да, то, чем ты занимаешься с увлечением, наверное, самая очевидная посылка. Она обречена на успех. Да, ну, это как раз большой вопрос. Итак, мы открываем детский центр, детский клуб. Наверное, бизнес-план, ну, понятно, у нас какой-то есть уже. То есть мы расписали на бумажке в Excel, я не знаю, как это происходит, расписали плюсы и минусы, приток денег, отток денег, первоначальный капитал, наверное, нужен, да, чтобы подобрать помещение и арендовать его, либо купить. Как здесь? Как здесь? С чего начинать? Где искать помещение? Как подбирать? Есть несколько путей. Можно пойти в банк и пробовать получить кредит. А дадут ли? Дадут. Дадут? Дадут, вопрос, какой процент. Нет, я просто хотела, вот буквально вчера мы прошли аккредитацию Сбербанком, вот, и я насколько увидела, что на самом деле Сбербанк, в лице его государства, очень заинтересована в развитии малого бизнеса. И как раз это интересны их программы, которые они сейчас предлагают, со строчками платежей. Да, вот об этом поподробнее, если можно, то будем подробнее. Да, если есть какие-то данные, прям вот… Да, значит, данные – это бизнес-старт программы Сбербанка, когда вы получаете кредит у компании, которая является аккредитованной в Сбербанке. Вот я говорю, в 3 октября мы получили свою аккредитацию. Значит, теперь вот человек, который хочет открыть клуб под нашим названием, или под своим названием, но с нашей программой развивающей, приходит в Сбербанк, и у него очень высокие шансы получить кредит под нашу программу. То есть это просто шансы увеличивает, да? Или как? А как это измерить? Ну, как бы, потому что мы проверяем их полностью, сколько они намерены, помогаем подбирать им помещение, вот о чем вы говорили. Юль, ну это же не касается стартапов, наверное, это уже покупка франчайзинга, но не стартапы, а человек, который хочет с нуля открыть свое дело, в общем-то, это большой вопрос, дадут ему кредит или не дадут. Ну, с нуля какого? Совсем нуля, наверное, бизнес не открывается, да? Совсем нуля. Ну как? Ну как не открывается? Новый бизнес, стартап, не франчайзинг. Нуля, конечно, открывается, я думаю, что вы тоже открывали, ну, каждый человек открывал это с нуля. Что для кого ноль, да? Тут надо определить понятие нуля, да? Для одних людей ноль – это 100 тысяч долларов, для другого человека ноль – это тысяча долларов, да? То есть какой ноль? Ну, а, допустим, в этой программе Сбербанка идет отсрочка платежей первые 6 месяцев. 6 месяцев – это достаточный срок, когда, если усиленно работать, мы можем сделать определенные действия, которые в данном бизнесе могут привести к успеху. То есть берем деньги в Сбербанке и 6 месяцев можем не платить ничего? Да. А потом, знаете, у меня совсем другой опыт, в общем-то, в этой области. Так, интересно, расскажите. Потому что мы очень много раз обращались в разные фонды или в государственные учреждения с просьбой о каких-то льготах, в социальных программах, писали письма о том, что мы являемся социально ориентированным бизнесом. Но, в общем-то, никакой помощи от государства мы ни разу не получали, нам это не удалось. Поэтому у меня они очень позитивный опыт. Ну, здесь мы сейчас немножко о банках просто говорили. Ну, получить кредит для стартапа, насколько я знаю, тоже довольно проблематично. У нас есть действительно государственные программы, которые предполагают какие-то льготы, в том числе и льготную ставку процента, и какие-то даже гранты есть для малого бизнеса. Но вот, опять же, противоречивое мнение. Кто-то говорит, что это действительно работает, а кто-то говорит, что это все как бы на бумаге, и реально ничего не работает. Вот у Юли бизнес называется «Я сам», и я считаю, что так можно назвать, собственно, целиком наше направление детских развивающих центров «Я сам». Вот это просто девиз. «Я сам». Интересно, кстати говоря, что когда мой друг открывал детский центр, он пришел в управу и пытался как-то, собственно, и, по-моему, даже ему давали какое-то помещение, хотя оно ему в итоге не подошло, то ли оно было слишком большим, и поэтому у него ресурсов, что называется, не было, чтобы его взять. Ну, вашему другу еще повезло, потому что мы очень много раз обращались и в управу, и в Московом имущество, и в другие государственные учреждения, но, в общем-то, ответ получали, что на общих основаниях вы можете участвовать в аукционе. У вас какой опыт? Были ли какие-то взаимодействия с управами, с каким-то государственными учреждениями? Я, наверное, даже и не пыталась, если честно вам скажу. Я предполагала, что будет такой ответ, и правильно сказала Слана «Я сам». Это мой девиз, наверное, по жизни, рассчитывать только на себя, но, в принципе, он оправдался по жизни. Если прошло 15 лет, мы есть, и мы развиваемся, и мы только хотим идти вперед, я думаю, что это абсолютно… Ну, вот это проблема малого бизнеса в нашей стране. Детские развивающие центры относятся именно к малому бизнесу. То, что получить помощь от государства довольно проблематично. Хорошо. У нас работает телефон прямого эфира. Может быть, у наших слушателей есть какой-то свой опыт, либо какое-то свое мнение по этому поводу. Мы рады будем его услышать. 495 – это код города. 6510996 – это бизнес-класс на Финам.ФМ. Итак, значит, есть помещение, допустим, да, это скорее аренда, да, насколько я представляю. В основном помещение берется в аренду. Как выбирается место для помещения? Должны ли быть какие-то критерии, показатели? Да, естественно. Я не знаю. Знаете, вот для магазинов, проходимость… Ну, конечно, должны быть. …поток людей. Вот как вы выбираете место для образовательного центра учебного? Во-первых, если… Повозвольте? Да. Если речь идет о развивающем центре, то это должна быть либо шаговая доступность от метро, либо, в общем-то, в большом густонаселенном районе должен располагаться центр. Это первое. Второе – это, собственно, какие-то технические требования к помещению. Это должны быть два обязательно входа, вход-выход запасной, определенные требования к освещению, проветриваемости помещения. И, наверное, это должен быть, вот то, что касается наших помещений, в которых проводятся и праздники в том числе, это должен быть нежилой дом. Чтобы, соответственно, шум не мешал жильцам. А вот на этапе планирования просчитывается экономическая эффективность вот этого всего? И если… Ну, я думаю, что, конечно же, скорее всего, просчитывается, если вы серьезно этим хотите заниматься. Вот какие показатели должны быть для того, чтобы, ну, скажем так, в основном это выглядело, там, средний человек посчитал это привлекательным для себя? Есть какие-то стандарты? Я бы хотела, вот как раз отвечая на ваш вопрос, еще коснуться размера этой площади для детского клуба. Почему? Потому что, если вы хотите бизнес, связанный с наименьшим риском, берите наименьшую площадь. То есть изначально это, конечно, вам намного легче будет. А, вы не имеете опыт, да, открытия и ведения, управления этим клубом. Б, вы не знаете, насколько все-таки удачно вы выбрали место, да, только проработать. Начинайте с малого, да? Да, начинайте с малого. И, кстати, по моему опыту работы с лицензиатами, с моими, именно те, кто выбирает такой путь, наиболее оказываются успешными. И как раз они только понимают, что все зацепилось, пошло. А, им это нравится. Б, они вызывают восторг у своих клиентов. Они начинают или расширяться прямо здесь, или ищут дополнительные площади. Хорошо, отлично. Я думаю, что у нас как раз есть еще одна часть, в которой мы осветим самое интересное. То есть, сколько же денег можно заработать на таком роде бизнеса. Оставайтесь с нами, это Финам.ФМ. Итак, продолжаем общение и обсуждение детских учебных и подготовительных центров. Юлия Алексеева, основатель и президент сети детских клубов. Я сам у меня в гостях, а также Светлана Голуби, учредитель клубов «Пампа Грин». Ну что ж, добрались до самого основного, вот как бизнес, насколько он эффективен, сколько денег можно заработать, если действительно вы решили, несмотря на все теоретические сложности, все-таки заняться этим бизнесом. Но перед этим у нас поступил вопрос от нашего слушателя. Вадим спрашивает, точнее не спрашивает даже, а выражает свое мнение. Он пишет, получить кредит в начале бизнеса с нуля нереально, если нет недвижимости у фирмы, нет оборота и так далее. Чтобы получить кредит в 1 миллион, нужен годовой оборот минимум в 1 миллион. Откуда его взять? И это при условии, что у фирмы есть недвижимость под залог. Вот такое вот мнение, что это довольно сложно сделать. Я согласна с Вадимом, совершенно верно. Хорошо, и вот, собственно, пододвигаемся уже к эффективности. Сколько можно денег заработать? Какие показатели у этого бизнеса должны быть на старте? Как рассчитать это? И сколько считать приемлемым? Опять-таки, я вернусь к вопросу по площади. Соответственно, чем меньше у вас площадь, тем меньше у вас рисков. Но, соответственно, та сумма, которую вы заработаете, она будет стабильной, но она не будет высокой. Соответственно, чем больше у вас площадь, на старте у вас появляется больше рисков, что вы не вытянете эту машину, что вы не провернете. Или если вы все-таки справляетесь на выходе, когда вы проходите критическую точку своего бизнеса, то вы... Это мы поняли. То есть лучше не влезать с большим риском, лучше на мелкие площади. Но вот доходность какая? Доходность считается по каждому залу, например. То есть если в ресторане по количеству мест сидячих, здесь по залам. Соответственно, допустим, есть у вас зал интеллектуальные занятия, я сам. Есть у вас ритмика, есть художник. Существует пропускная способность одного зала. Вот высчитываем, сколько в этом зале может пройти детей за неделю или за месяц. Ну, давайте для примера. Вот сколько у нас группы? Допустим, 10 детей. 10 детей – это значит 50 квадратов, одна комната. Потому что в среднем мы рассчитываем как 5 квадратных метров на одного ребенка. Соответственно, если мы берем зал 1, 25 квадратных метров, и это 5 детишек у нас могут пройти в одной группе. Если мы ставим в группу, идет занятие час-полтора, то с учетом обеда в день у вас может пройти 4-5 групп. Это, соответственно, сколько? 20 детей. 20-25 детей в день. Правильно? Умножаем на стоимость вашего абонемента в месяц. Какую вы хотите стоимость? Ну, какую у вас средняя? Средняя, допустим, 3-3 500 в месяц. За раз в неделю к нам зайти. 23 возьмем. И умножаем. 3 тысячи на количество дней, сколько будет работать ваш зал. То есть в один зал мы с вами посчитали 25. Да? Нет? Допустим, будет 7 дней в неделю или 5 дней работать? Ну, допустим, 5 возьмем. Давайте 5 возьмем, да. Получается сколько? Ну, нам нужно, смотрите. Ну, 100-125 детей, получается, в месяц. 125 детей в месяц, получается, соответственно, как бы… Вот эту цифру умножаем на 3 тысячи. Это ваша выручка будет, да? Ой, выручка. Это ваш оборот будет по… 375 тысяч у меня получилось. Это будет оборот по этому залу, по одному, да. Ага. И сколько, собственно, из этого… Мы вычитаем аренду. Какая аренда этого зала может быть? Вычитаем зарплату, да, специалисту, который работал в этом зале. Вычитаем налоги, которые мы должны платить за сотрудников, да. Соответственно, налоги общие. Все сопутствующие расходы, там, бухгалтерский клининг, ну, уборка и так далее. Вот у нас как бы получится… Ну, а сколько это процентов? Вот рентабельность по обороту есть такой показатель? Ну, вообще… Да. То есть сколько из всего вот этого остается чистой прибыли? Ну, очень хорошая рентабельность. Это 70%. 70%. С половиной тысячи в месяц с одного зала получается чистой прибыли. Да, но тут возникает второй вопрос. Мы с вами посчитали максимальное, да, количество. Сможете ли вы привлечь? Это та… Мы с вами посчитали ту, как бы, количество детей, которое может пропустить это. На полную мощность работающий бизнес. Если вы открываете в хорошем месте, возможно, такое может быть, да. Но, скорее всего, этот показатель будет снижен. Снижен он будет, я думаю, до где-то 80 детей. Ну, то есть где-то еще процентов на 20-30. Да, он будет снижен. То есть стопроцентной загрузки, наверное, не стоит рассчитывать. Так, ну, давайте посчитаем тогда, сколько это будет. Это будет 210 тысяч. Вот, и вы читаете, вот, как по той схеме, которую мы сейчас с вами обозначили. Нет, а все, это уже оттуда я вычисли. Вы учили, да? Плюс-минус, да, получается. 210 тысяч с одного зала чистой прибыли в месяц. Ну, что ж, выглядит неплохо, вполне. Поэтому я начинаю понимать, почему многие люди приходят и пытаются открыть свой детский центр. Светлана, у вас, может быть, какие-то дополнения к нашим расчетам? Ну, у нас несколько иные расчеты. Поскольку я говорила, у нас клубы универсальные, у нас помещения, совершенно верно, нужно брать не такие большие. Вот, у нас два помещения, они по 200 квадратных метров в среднем. И в этом помещение сделано изначально таким образом, что оно предназначено и для проведения развивающих занятий, и для проведения мероприятий, и для проведения творческих мастерских. Это три направления. И в зависимости от выходной, это или будний день, помещение используется по-разному. И 80% нашего дохода составляют, в общем-то, я говорила, это мероприятия и праздники, частные и, в общем-то, нечастные. 20% это составляет доход от развивающих занятий и от творческих мастерских. Ну, вот если брать эти 20%, потому что у нас уже разговор в эту сторону пошел, а вот там какая ретабельность по обороту у вас, на что вы ориентируетесь? Вот 70% у Юли, можно, наверное, позавидовать. Я бы не стала, да, можно только позавидовать, я бы не стала разделять в данном случае развивающие занятия у нас и мероприятия. Хорошо, давайте тогда в целом. Потому что у нас один в целом бизнес, в общем-то. Вложения изначальные в клуб, которые являются универсальным, несколько больше. Я не знаю, сколько первоначальные вложения составляют у вас, Юль. Ну, я бы сказала, что в нашем случае первоначальные вложения должны были бы быть не менее 5, наверное, миллионов рублей. И окупаться они в среднем, по нашему опыту, могут минимум за 3 года, наверное. Нет, мы говорили, не учитывая вложения, мы учитывали только какую-то текущие расходы бизнеса. То есть предполагается, что у вас и клуб, и все уже есть. И вот есть только аренда, зарплата, скажем, людям, которые у вас работают и так далее, и так далее, и так далее. То есть просто о повышении, собственно, чистой прибыльности и эффективности самого бизнеса, правильно? Да, а немножко о первоначальных вложениях, мы чуть-чуть позже еще коснемся. Что касается ретабельности по обороту, у вас какие-то есть добавления, может быть, замечания? Что у вас происходит с этим? На четвертый год нашей работы я могу говорить, что бизнес является в целом прибыльным. Если до этого я могла говорить о рентабельности, то сейчас наши клубы выходят на показатели прибыльности. То есть вы имеете в виду окупаемость, наверное, да? То есть до этого вы хотели окупиться, а теперь уже начали зарабатывать. А возврат инвестиций произошел у вас? Да. Если говорить о показателях EBITDA 10+, то, собственно, можно уже говорить о прибыльности. Это уже хорошо. Ну, понятно. Разные, на самом деле, есть, что называется, мы видим два подхода, две цифры ожиданий, и уже они очень разные. Хорошо. И теперь первоначальные инвестиции. Сколько же нужно вложить, чтобы открыть, допустим, детский центр? Ну, вот примерно эти цифры, в принципе, уже прозвучали. Если, Слана говорит, да, 200 квадратов, да, которые у вас есть, это 5 миллионов. Соответственно, если открыть 50 квадратов, о которых мы сейчас говорим, это в районе миллиона. Ну, я бы сказала, что если мы будем говорить о детском центре, который занимается развивающими занятиями, находится, предположим, в каком-то густонаселенном районе, то вложения первоначальные могут быть гораздо меньше. Можно говорить о вложениях от 2 миллионов рублей. Это будет вполне достаточно для того, чтобы открыть хороший центр. Да, я даже сказала от миллиона, в принципе, это можно, если небольшой клуб, да, абсолютно. Это уже с трудом, вот, по моему опыту, наверное, вот 2 миллиона, ближе к 2. И сколько ждать, пока окупится, ну, в среднем? Ну, вообще считается, как бы, 2-3 года, правильно были названы. 2-3 года, да? Да. То есть быстрых денег как-то не стоит ожидать, это стратегическая такая вещь, от нее не стоит ожидать какого-то сразу большой отдачи. Ну, да, к сожалению, это не нефтяные скважины. Хорошо, последний вопрос касательно бизнеса, оборот. Какой, примерно, у вас оборот? Ну, оборот, вы знаете, в общем-то, если говорить... Ну, если можете, конечно, сказать, да, потому что часто это более-менее закрытая информация, тем не менее. В общем-то, да, наверное, это... Порядок, примерно, можете сказать, там, десятки миллионов, сотни миллионов, просто там, миллионы или там, сотни тысяч? Ну, это, наверное, в общем-то, если говорить о годовом обороте, это десятки миллионов рублей, в общем-то, на общую сеть клубов. Ясно. Ну, я бы сказала, миллионы, это не десятки миллионов. Понятно. Хорошо. Ну, и, собственно, советы тем людям, которые хотят открыть подобный бизнес. У нас, потому что уже около трех минут осталось. Наверное, стоит, может быть, пару слов сказать, как напутствие тем людям. Ну, мы уже поняли, что, наверное, если вы не любите детей, то это дело бессмысленное, но что-то еще может быть. Ну, и будьте готовы работать 24 часа в сутки. Ну, как обычно, да. Не ждите большой прибыльности, и нужно думать о том, что если этот бизнес близок и нравится, то стоит им заниматься. Какие подходы хорошо работают, а какие не очень в открытии детских центров в этом бизнесе в целом? Может быть, дизайн имеет значение, может быть, имеет значение какая-то специальная программа для учета. По вашему опыту, что являются ключевым моментом? У меня есть правило трех П. Педагог, площадь, программа. Три П. Я всем говорю своим лицензиатам, что это ваш успех. Площадь, да, чтобы она была красивая, в правильном месте и так далее. Педагог, высокая квалификация, грамотные, умные, обученные и так далее. И шикарная программа, которую он может реализовать. Все, эти три П будут, будет успех. Какого-то из этих П не будет, может быть, проблема именно в этом звене. Мое правило такое, формула такова. Ну, я бы сказала, наверное, так, что вот часто спрашивают, а чем вы отличаетесь от других. И можно сказать, если у директора одной хорошей школы спрашивают, а чем вы отличаетесь от другой хорошей школы, собственно, здесь можно сказать только то, что мы стараемся. Мы стараемся тщательно подбирать педагогов, тщательно подбирать состав своей команды для того, чтобы мы были востребованы и интересны потребителям. Еще такой вопрос. Вот интернет сейчас же, да, сейчас везде интернет. Онлайн какие-то вещи, как вы считаете, насколько перспективные, насколько сейчас востребованные? Очень перспективные. И вот как раз одно из направлений, которое я начала, это Julia Methods for Kids, да, это в честь себя я назвала, вот именно онлайн развитие детей, да, обучение нянь, обучение родителей. Это как, через скайп или... Да, это можно, да, через видеоконференции, вот, и дальнейшее прислание родителям или няням домой задания с выполнением, как бы, а мы берем на себя контроль результата, который родители или няня получил с ребенком. Это должно стоить дешевле, должно стоить дороже? Все не должно стоить дешево, если вы даете качественный товар, вот, поэтому я считаю, что мои услуги качественные, они у меня никогда не вставляли дешевые цены. Хорошо, понятно. Светлана, у вас, как вы считаете, онлайн какие-то вещи? Ну, вы знаете, мы... Я считаю, что это перспективно, безусловно. Мы даем онлайн-консультации специалистов, мы участвуем в различных проектах, но здесь очень сложно отследить, собственно, качество, и поэтому сейчас, наверное, не основное направление в нашем бизнесе. Окей, понятно. Ну, и буквально пару слов, что называется, планы на будущее. Буквально пару слов, у нас совсем чуть-чуть времени осталось. Безусловно, развитие, так как конкуренция растет, чтобы не потерять рынок, надо быстро развиваться. Хорошо. К вам я пришла два года назад и обещала продать 25 франшиз, я это сделала. Ваши стены счастливы, поэтому я себе пожелаю дальнейшего развития своей сети, потому что она принесет пользу и детям, и следующим лицензиатам. Юлия Алексеева, основатель и президент сети детских развивающих клубов, я сам. И Светлана Голуби, учредитель клубов «Пампа Грин». У меня были, спасибо вам огромное, что пришли. Программа «Сухой остаток» продолжит программу на «Финам.ФМ» после новостей. Ну, а, соответственно, с вами был Георгий Вербицкий и программа «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». В программе «Сухой остаток», забыл сказать, будет очень интересная тема финансовой итоги недели. Итак, делайте деньги с удовольствием. До свидания.